Более сотни наименований, таков ассортимент продукции, выпускаемой фабрикой «Пихорский текстиль». Объем производства – 300 тонн в год. Цифра, которая делает «Пихорский текстиль» крупнейшим отечественным производителем пряжи для ручного и машинного вязания. Предприятие посетил временно исполняющий полномочия главы Владимир Волков. Он познакомился с производством и пообщался с коллективом. Подробности визита в следующем материале. Экскурсия по предприятию – это прежде всего знакомство с технологической цепочкой. Владимира Волкова провели по всем цехам. Сырье – суровая гребяная лента. Поставляют предприятия из Нижегородской области. Сначала ленту красят и направляют в первый цех. После того, когда вырабатывается ровница, мы перешли в цех предения, где происходит сам процесс предения, то есть утонение нити до нужного номера. В следующем цехе идет процесс перематывания. Машина вырезает из нитей тонкие толстые места и спаивает их, чтобы они были без узлов. У нас современное оборудование, потому что фабрика прошла две достаточно серьезные реконструкции, в процессе которых мы купили новое оборудование. Это предельный цех по полугребенной системе предения. Это полностью новое оборудование. Лентуровочный цех – тоже это новое оборудование. Далее нить поступает в цех, где происходит процесс сращения. Несколько нитей скручиваются в одну. На выходе – крученая трикотажная пряжа для машиной вязки, готовая для реализации. Затем перешли в цех по производству пряжи для ручного вязания. Путь, который проходит сырье, такой же. Затем вся пряжа отправляется в камеры запарной машины. После нее она пышет жаром, отдыхает и фиксируется. Последний этап – перемотать пряжу в мотки и нацепить этикетку. Фабрика работает по безотходной технологии. Все, что у нас идет, вторичные отходы – это мычка, ровничный лом, сдиры, обрезки ленты. Все это перерабатывается на чесанной машине, превращается опять в ленту, перематывается, превращается в так называемый топс, уже восстановленный. В шоу-руме фабрики, где представлена продукция, Владимир Волков провел встречу с трудовым коллективом. Все, что зависит от нас, как от органов местного самоуправления и от людей, кто отвечает за хозяйственную повестку в городе и в округе, мы также всегда на любом производстве, всегда об этом говорю. И если мы сейчас, скажем так, наши отношения только зарождаются, такие вот рабочие, то я думаю, что с годами мы их подтвердим неоднократно. Работники фабрики поблагодарили Владимира Волкова за посещение предприятия. Он отметил, что визит первый, но не последний.